произошла конфликтная ситуация и вот что мужчина или женщина прям хочет взорваться вот у него вот уже все вулкан подходит к развержению правильно вот она . равновесие вот она . равновесие а вот глючитаю взяли обидели и значит вот сухов сволочь такая назначила ее любимой женой а сам ни разу к ней в течение часа не пришел для того чтобы избавить себя от этого состояния гнева значит что нужно сделать вот таким вот образом взять свои руки и гнев ушел или ушел если вы хотите чтобы ваши по моим синдромы протекали спокойно вспомните о том что у вас есть прямой лев вдохнули выдохнули и послали гнев нахрен и все у вас будет хорошо зачастую самая прекрасная половина человечества думает о том что мы якобы должны знать что они хотят вот но это же понятно но я же об этом намекала тебе и так далее это вообще то что в народе традиционно называлась тёщиным парашютом а если это нейросеть на майорском языке так как как о чем тогда должен догадаться сколько килограмм картошки сколько пар челяков я должен купить нет дорогие друзья с огромным удовольствием нескончаемым удовольствием лично для себя я надеюсь для вас уважаемые зрители и слушатели я представляю вам гостя нашего замечательного гуру замечательного преподавателя замечательного проводника идеи интернет пространства господина товарища морозова валерий владимирович сегодня мы с вами поговорим об актуальных вопросах сохранение семьи сегодня мы с вами поговорим о том если возможности упрочить наши семьи если возможности помочь себе тех или иных ситуациях и вот как замечательный интервьюер валерий владимирович сегодня задаст мне профессору картаинка виктор владимирович несколько вопросов рада вас приветствовать здравствуйте спасибо большое за такое шикарное представление виктор владимирович сегодня хочу поднять тему отношений в паре когда люди расходятся сходятся причины этого почему люди обижаются друг на друга почему агрессируют как это связано с состоянием здоровья и на что обратить внимание чтобы сохранить отношения быть максимально счастливыми и на работе и этом в семейной жизни вот давайте поговорим про ситуацию когда например вот пара и они очень сильно ругаются из-за чего это может произойти с точки зрения здоровья вот это кто-то на когда он на кто-то сорвался на другого почему это может происходить ну это как раз таки вот то что из каждого холодильника с каждой стиральной машины несется причина не сошлись характерами что такое характер характер это темперамента темперамент это конституция конституция это наша электрическая система которая поддерживается какими-то доминирующими то есть господствующими какими-то органами как это для кого-то не будет удивительно звучать почему потому что если человек флегматичен сам по себе это преобладает поведение почек это преобладает поведение легких если человек появляется но это проявляется в общем то то что но то что называется сиди я сам пойду открою то есть понимаете мы мы когда встречаемся и мы когда влюбляемся и мы когда строим семью мы же редко когда будем говорить и задумываемся например над природой того как мы будем реагировать на период после буфетно цветочного периода на проявление тех или иных чувств почему потому что да я полюбил женщину женщина полюбила меня или по крайней мере она делает вид что она полюбила меня я на вода высоте своей мажорности проявляю себя у меня все органы системы работают с максимальной активностью до бесконечности это не может проходить значит следующий этап это создание союза там официального ли там или неофициального гражданского но он потом реализуется ежедневными какими-то заботами ежедневными какими-то вы же не будете так сказать но условно говоря каждый день пить шампанское есть черную икру но есть такие конечно представители до которые могут себе позволять это но они очень быстро умирает эти люди поэтому вот здесь вот разница потенциалов к этому надо относиться с точки зрения электричества но можете пояснить то есть как легкие печени связаны с тем что паре легкие печени очень просто потому что если человек страдает ну смысле если у человека флегматичное или флегматичное именно состояние флегматичное состояние это связано с недогрузкой легких и с перегрузкой почек то есть человек он больше копается в себе он туго дом он больше свойственны какому-то анализу его действия в семье в паре они достаточно будут так сказать деструктивный диссонансный а если партнеры извините перебиваю а если партнер холерик а это преобладание у нас будем говорить и печени преобладание функции желчного пузыря конкретного вида желчи соответственно этот человек холерик он будет флегматика подталкивать давайте объясним что такое холерик флегматик для тех кто не в курсе а что есть такие люди еще до сих пор да но был такой великий старик которого звали гиппократом так вот он открыл четыре вида темперамента холерик флегматик в меланхолик и сангвиник от греческих слов холиус желчь сангвус сангвиник это кровь соответственно флегма это преобладание слизи то что мы на сегодняшнем языке называем лимфой и меланхолия это тяжелая или черная желчь или сухая желчь то есть зависимости от этого уже очень легко можете построить взаимоотношения с человеком то есть мы можем создать какую-то условную модель какого-то союза с точки зрения там формулы какой-то каких-то элементов биологических и мы видим что холерики преобладание желчи очень легко себя чувствует так сказать на уровне на уровне большого количества флегмы или на уровне большого количества меланхолии лимфы но если мы эти характеры перенесем на живого человека то мы видим что они они уживаться не будут то есть холерик и флегматик они им очень тяжело им им очень тяжело будет да если мы говорим о том что кто ближе к холерику холерику ближе сангвиник сангвиник это Это движение крови, то есть сангвиники, они считаются, в общем-то, по большому счету эпицентрами движения, потому что сангвус это кровь, она движет и желчью, и флегмой, и черной желчью, и поэтому, ну, вы сами знаете, его называют там центром вселенной, центром компании, центром к нему все тянутся. Почему? Не потому, что он там самый веселый, а потому что он, будем говорить, самый в этом смысле безоблачный, он бесконфликтный человек, у него постоянно вот это идут движения. На этом фоне, когда холерик, вы очень легко можете распознать человека, который желчный, мы же говорим, так сказать, мы же не можем сангвиника обозначить желчным человеком, не можем, потому что само поведение желчи – это быстрая реакция, быстрая скорость, это безоглядное, так сказать, стремление лидерства, не потому, что он тщеславный человек, а потому что у него скорость движения абсолютно другая. В то время, так сказать, как, опять же, это пресловутый меланхолик или пресловутый флегматик, он просто будет тянуться за ним и очень часто не совпадать. Условно, создалась семья, условно, там первое есть, понимаете, есть критерии, так называемые, возраста семьи, 3, 7, 9, 11, 13 и далее по списку лет, когда, так сказать, происходит вот именно вот эта внутренняя конвертация. С чем она связана? Она связана уже с определенными, будем говорить, желаниями по-настоящему построить семью, по-настоящему себя реализовать в семейной жизни, по-настоящему найти опору. Вот это очень важно понимать, что для сегодняшнего, для современного человека, когда, если вещи называть, так сказать, своими именами, помните из знаменитого Рязановского фильма, как Яковлев говорил в роли Ипполита, мы перестали быть романтиками, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, а нахрен я буду лезть в окно к любимой женщине, когда у меня есть друг, товарищ, брат, так сказать, Илья Александрович, который мне включил, так сказать, и говорит, доктор, вот тебе форточка, так сказать, в гаджете, лезай в форточку, вот тебе, ты хочешь с женщиной познакомиться, вот тебе женщина по вызову, понимаете? То есть, вот эти вот все моменты, сакраментальные святости, которые нас поддерживают, как мужское, так и женское начало, они просто теряют свои ощущения. Мы теряем вот эту вот, с одной стороны, нашу гуманистичность, с одной стороны, а с другой стороны, мы теряем свою гуманоидность, мы становимся вот этими самыми, пусть для кого-то это обидно прозвучит, но тем не менее, инфузориями, туфельками. Мы сошлись, сделали свое дело, потерлись друг от друга, так сказать, и разошлись, и зачем нам задумываться? Потому что, по большому счету, семья – это колоссальный труд, это колоссальный труд не только мозговой, но и колоссальный труд физический, а под физический труд, конечно, подкладывается система уравновешивания. Понимаете, в чем дело? Как я всегда своим курсантам или студентам говорил, можно в таком состоянии петь? Можно в таком состоянии петь? Ну, можно, там чуть-чуть вы попоете, потому что само устройство пения, оно у вас будет абсолютно другое. Ровно так же, как и в семейном устройстве, это абсолютно другие ценности подразумеваются. Но если это несложно, я объясняю. Если брать вот уже существующие пара, один холерик, второй меланхолик, что делать? Можно ли как-то… Воспитывать друг друга. Воспитывать друг друга. Воспитывать друг друга, да. Воспитывать друг друга. И в этой части, я хочу сказать, опять это может показаться многим удивительно, то, что я сейчас скажу, но есть разряд биологически активных точек, есть так называемые 52 золотые или архаичные точки, которые, которые, опять же, вот как говорил мой любимый и утверждал мой любимый, Конфуций, и потом эти слова подтверждаются вот апологетом, величайшим рефлексотерапевтом 20 века, французом Жоржем Соледемораном, есть 52 золотые точки воздействия на ум, который сохраняет семью. Вот я могу вам только привести три точки, я могу вам только привести три точки, которые очень легко вы можете использовать не только, так сказать, в системе купирования морской болезни, но и в системе купирования, а мы можем, так сказать, морскую, что такое морская болезнь? Морская болезнь это раскачивание, да, когда одна волна или кормовая или килевая не совпадает с нашим внутренним, значит, что у нас совпадает? У нас не совпадает ритм моржечка, не совпадает ритм моржечка, у нас нарушаются межмозговые оболочечные устройства. Вот перенесите эту модель на семью и вам станет все это понятно. Вот она точка равновесия, вот она точка равновесия. Знаменитая внеканальная точка Интян или точка Межбровного союза. В каком случае ее нужно будет? А вот вы, вот вы, я... То есть, когда все поднялось и уже хочется прям взорваться. Да, вот. Произошла конфликтная ситуация и вот мужчина или женщина прям хочет взорваться, вот у него вот уже все, вулкан подходит к развержению. Правильно, правильно, но есть точки, так называемая унисекса, вот точка Интян, она относится к точке унисекса. Но есть отдельно мужские точки и есть отдельно женские точки. А об этом мы поговорим чуть позже. Поговорим, да. Хорошо, давайте вот разберем сейчас вот одну точку, которая мужская и женская. Как ее массировать, сколько по времени? Поделитесь. Валерий Владимирович, ну у меня тогда к вам встречный вопрос. А насколько нашей, вашей публике будет интересно, на высоте каких состояния формируются конфликты? Вот вы, например, как взрослый солидный мужчина, вы, например, знаете, какие есть периоды, когда с женщинами нельзя конфликтовать? Да, знаю. Ну и какие это периоды? Это периоды ПМС. Да. Это кто вам такую хрень рассказал? Это жизнь. Это плохая жизнь вам об этом рассказал. Вы понимаете, для того, чтобы не было конфликта на высоте ПМС, нужно не создавать конфликт на высоте овуляции. Овуляции. На высоте овуляции. Вот поэтому, поэтому, для меня, как для доктора, всегда удивительно, когда я пациенткам задаю вопросы, так сказать, о их циклах, а мне отвечают, сейчас, профессор, секундочку, я сейчас телефон посмотрю. Да зачем же вам смотреть телефон? У вас это должно быть в лучшем смысле этого слова. Вот здесь. Почему? Потому что, что такое, что такое ПМС? ПМС, это, как говорил мой великий дед, это кровавые слезы матки по несостоящемуся оплодотворению. Если я в этот момент еще начинаю конфликтовать с женой, а у нее внутренний конфликт, физиологический конфликт, помимо того, что на уровне коры потерялась, на уровне подкорки потерялся, так сказать, ожидаемый приплод, это еще сопровождается определенными физиологическими изменениями. А если я знаю сроки овуляции, а если я на этот момент любимой приносу цветы, так сказать, из соседнего подъезда у соседки снял колечко и подарил своей жене, ограбил таксиста или отделение соседнего банка, так сказать, сделал жене шутка, юмора. Подарил там подарок, покормил ее вкусной едой, покормил ее вкусно приготовленными каким-то от себя. То есть, понимаете, я закладываю заранее, да, у тебя будет менструация, мы пока не готовы иметь детей, но я твой ребенок. Вот тогда, когда у тебя будет, извините меня, маточное кровотечение, я буду рядом с тобой, я тебя приголублю, я тебя обниму. И, господи, прости, менструируй себе на здоровье, я это переживу. А когда мы говорим, да, вот вы знаете, вот это самые катастрофические дни, вот у нее там это ПМС, так, конечно, кто нормальный человек. Ну, обмотайтесь, как революционный матрос, ленты с патронами, возьмите автомат Калашникова и, нет, это неправильный ответ. А овуляцию надо знать. Очень познавательно, всем мужчинам отдельно надо будет посмотреть. Так давайте расскажем, как, вот если начало подниматься у мужчины, например, вот он прям раздражительность, вот как надо правильно себя помассировать, или это унисекс-упражнение? Нет, это уже мужская точка будет, нет, вот эта точка, вот эта точка, она унисекс. Вот я хочу, чтобы вы... Да, в этом смысле, это точка общей остановки гнева называется. Как с ней разумодействовать? С ней надо взаимодействовать очень просто, опять же, если вы чувствуете, если вы чувствуете, если вы настоящий мужчина, как говорил Конфуций, если вы настоящий воин, как говорил Чингисхан, вы должны чувствовать движение ветра и движение летящей мимо вас стрелы. Вот, поэтому вы должны чувствовать женщину. Почему? Потому что женщина это, это ваше продолжение. Вот редко кто из мужчин об этом задумывается. Редко кто из мужчин об этом задумывается. Что благополучие жизни мужчины зависит от благополучия жизни его женщины. Это не пресловутый стакан там с водой, дрожащей рукой. Вот я почему хочу долго жить. Вот это рядом кто-то был со стаканом воды, чтобы туда не накапали. Они ставокали. Хрен собачий. Хрен собачий. Самое главное, чтобы это было уверенная, так сказать, жизнь. Для того, чтобы, как говорил мой великий дед, уверенно закрыть глаза и уверенно шагнуть на тот свет. Понимаете? Без страха и упрека. Вот есть ощущение летящей стрелы вам вот сюда вот. Вот она сюда летит. Возьмите свой указательный палец. Поставьте у себя в центр вашей точки Интян. И в течение 90 секунд промассируйте у себя это место. Промассируйте. По часовой стрелке. У вас сдвигаются височные. Вот слушайте внимательно. У вас сдвигаются височные доли. У вас сдвигаются височные доли. И вот это место, которое мы называем родничком, оно начинает приподниматься. Смотрите, что у нас происходит. У нас в лучшем смысле этого слова глаза сходятся в кучу. А когда у нас глаза входятся вот сюда в кучу, у нас тут есть две особые точки. Две особые точки. А зачем нам, чтобы глаза входили в кучу? Просто. Вот как вы думаете, зачем нам нужно, Валерий Ильич, чтобы глаза сходились в кучу? Пока вы думаете, я вам отвечу. А для того, чтобы когда у нас глаза в кучу не сводятся, у нас формируется подкорковое ощущение. А нахрен ты мне нужна? Я найду себе другую. А когда у меня глаза в кучу, я сориентирован именно на эту, на единственную. Потому что меня даже физика моя собственная мозговая не отпускает туда. Я не становлюсь стрекозом. Стрекозлом, понимаете? У которого там 320 градусов туда-туда. В поисках, так сказать, очередной жертвы нашей кипики. Понимаете? Нет. Вот они в кучу. Все. Я промассировал. Я успокоился. Меня отпустило все. А как только стоит меня отпуститься, у нас же разные центры тяжести. Я это, знаете, я вас перебью. Это вместо пояса безбрачия, точнее в пояса верности, можно делать вот это вот упражнение. И все фокусируется. Немножко вы передергли. Но я не хочу вас обижать этим словом. Это, нет, это немножко разные. Это немножко разные конструкции. Ладно. Это немножко разные конструкции. Что если вашего мужа потянули налево? Сядьте вместе с ним и начните делать вот это вот упражнение. А вы задумывайтесь, а почему вашего мужа потянуло налево? И что вы считаете налево? Если вы левша, значит, вашего мужа потянуло направо. Начал поглядывать на других женщин. Ну, так а есть расхожие. Есть расхожие, так сказать, сейчас не принято говорить, так сказать, о пятой графе. Но есть расхожий анекдот на эту тему. Ну, когда Сара говорит, Абрам, почему ты смотришь на других женщин? Он отвечает, Сара, если у меня, так сказать, диета, я что, не могу ознакомиться со всем меню? Создавайте все условия. Я не хочу говорить, понимаете, я не хочу говорить банальных вещей. Есть общая формула, есть тысячу, я не знаю, сколько ей лет. Понимаете, когда женщина одновременно должна быть и мамой, и женой, и сестрой, и гулящей, и хозяйкой, и далее по списку. Понимаете, а у нас почему-то вот эти вот вещи, понимаете, они монкируются. Или я, так сказать, ноги точу, понимаете, или я, так сказать, там еще что-то делаю, или у меня, так сказать, голова болит и так далее, и так далее, и так далее. Ну, если у тебя все время болит голова, значит, разберись, что у тебя, как, опять же, мой великий дед говорил, если у женщины все время болит голова, посмотри, что у нее снизу, может, у нее геморрой. Понимаете? Виктор Владимирович, есть ли какие-то упражнения, которые можно разработать под каждый тип личности, так, чтобы их можно было делать, и постепенно восстанавливать свое внутреннее состояние, чтобы не было взрыва, и, ну, как-то сохранить отношения с человеком? Да, конечно, есть. Расскажите, что это за упражнение. Ну, это упражнения, которые, в общем-то, связаны как раз-таки с определенным характером поведения, извините за мой французский, с определенных сегментов или суставов шейного отдела позвоночника. Почему? Потому что при наличии шести, семи, при наличии восьми сегментов и семи шейных позвонков, семи шейных позвонков, все четыре типа темперамента, они очень легко укладываются. У нас есть система воздействия на первый сустав, на третий сустав, на пятый сустав и на седьмой сустав. И вот в зависимости от этого мы и смотрим поведенческие комплексы. Но это всегда очень индивидуально. Это всегда очень индивидуально. Хочу с вами поделиться, что мы договорились с Екатерой Владиленовичем, что проведем серию бесплатных разборов, где конкретно под вас разработаем упражнения, для того, чтобы вы могли воздействовать на те или иные точки организма, для того, чтобы приводить себя в уравновешенное состояние и, соответственно, восполнять свое здоровье. Для того, чтобы попасть на эту консультацию, ваша задача сегодня в течение ролика собрать пять цифр, которые я буду называть, и внести их в телеграм-бот, который находится под этим видео, в описании к этому видео. И первая цифра – это будет четыре. И, соответственно, если вы соберете весь этот код и введете его, то, соответственно, вы сможете попасть на эту консультацию, пока она бесплатная, где для вас наш специалист разберет конкретно, какие точки в вашем организме нужно, на какие точки в вашем организме нужно воздействовать, чтобы получить тот же результат, о котором мы говорим сейчас с Виктором Владиленовичем. Вернемся тогда к теме сангвиников, холериков и так далее. Вот мы разобрали, что есть один вот живчик, соответственно, а другой более спокойный. Если, например, встретились два человека, два холерика встретились, смогут ли, как им вместе жить? Очень хороший вопрос вы задаете. Два холерика, как они смогут вместе жить? Здесь нужно обращать внимание, к какой, будем говорить, астрологической системе вы относитесь. Это, собственно, касается всех ординаров, так называемых. Если встретились два сангвиника, если встретились два меланхолика, если встретились два флегматика, надо обязательно смотреть, чтобы вам было понятно, и так сказать, в какой вы находитесь тригоне. Или вы находитесь в тригоне земли, или вы находитесь в тригоне воды, или вы находитесь в тригоне огня, или вы находитесь в тригоне воздуха. Поэтому в зависимости от этого и вы ставите. Но это такой достаточно кропотливый вопрос, кропотливый вопрос, он всегда у астрологов, которые занимаются разделом нативной астрологии или медицинской астрологии, занимаются всегда, это одни из таких вот, будем говорить, гороскопов достаточно тяжелых, но они, вернее, они не тяжелые, они быстро делаются, но там вот эта вот система сведения и разведения, но есть такие термины специальные по домам, я должен вот эти одинаковые знаки разделить по разным домам, почему, потому что известна фразеология, вы знаете фраза, да, два медведя в одной берлоге не живут, поэтому для того, чтобы они себя чувствовали спокойно, я, и даже тогда, когда, даже тогда, когда люди попадают, в общем-то, положим, даже в одну тригону они могут попасть, даже тогда, когда они могут в одной тригоне попасть в один знак, очень важно, очень редко бывает, когда они совпадают по датам рождения и по датам темперамента, но это уже, как говорится, индивидуальная работа, чем реже алмаз, тем дороже бриллиант. То есть, в целом, если встретились два, там, холерика, как им действовать, вот, кроме как того, есть какие-то общие рекомендации для них? Тяжелая физическая работа. Тяжелая физическая работа, для того, чтобы усмирить... Да, для того, чтобы усмирить характер холериков, да, это, в общем-то, это, это на самом деле, на самом деле, это вот, ну, ярким, ярким примером, вот, является один из самых, семья одного из самых продуктивных русских поэтов, поэтессы и писательницы, Это семья Мережковского и Зинаиды Гиппиус, когда они были два холерика, когда они друг друга, так сказать, били, побивали, и если кому-то будет интересно, это вообще уникальная семья, но вот их друг, товарищ и брат по ремеслу, Андрей Белый, поставил им диагноз и сказал, ребята, вы идиоты, вот вам две мотыги, давайте, вспахивайте поля. И вот они пахали свои приусадебные участки, Дмитрий Мережковский настолько этой темой приболел, что потом написал одну из удивительных своих книжек под названием «Воскрешение богов», и вот он там, будучи очень активным археологом, как потом писали современники, у него даже характер поменялся. Так что все зависит от того, как вы к себе, насколько вы к себе серьезно относитесь и насколько вы себя любите в этом состоянии. Понимаете, здесь еще очень важно понимать, что львиная доля людей, они не хотят с этим бороться, они это несут как некое знамя, как некий флаг своей самости, понимаете, своей самодостаточности, своей самореализованности. А по большому счету это не более чем разболтанность собственного характера. Спасибо, что поделились, это очень важный момент, потому что многие говорят, вот я такой, применяй меня таким. Это безответственная позиция, то есть надо понимать, что у тебя такого рода характер, и если ты холерик, как я, соответственно, нужен физически. А кто вам сказал, что вы холерик? Я думал, что я холерик. А, это вы думали тогда? Вы, по-моему, так сказали. Когда я лежал, как не помнится. Ну, это вот опять же мы о чем с вами говорим? Мы с вами говорим о ситуационности. А человек все время в одном состоянии или он может меняться? Он меняется, структура меняется. Условно ситуационная структура меняется. Она связана с физиологией, но все равно преобладание тех или иных видов обмена, они являются господствующими, они являются доминирующими. А от чего оно меняется в том или ином случае? То есть это можно как-то, да, от чего это меняется? То есть, например, был холерик, и он хочет как-то поменять свой характер, или из-за чего он может поменять? А это вот как раз таки система затратности. Если мы говорим о примере Мережковского, то это как раз таки система затратности, которая очень четко была видна по его творчеству. Он писал очень рвано, очень талантливо, очень ярко, но очень рвано. И у него не хватало времени, так сказать, для того, чтобы довести, потому что сам характер импульса, сам характер, будем говорить, самой химии, реакции химической, он как раз таки, у холериков он недолго играющий. Вы же обратите внимание, лидеры, они долго не живут. Они, так сказать, выскакивают на трибуны, выскакивают на броневики, выскакивают на баррикады и так далее, и так далее. Это ровно хватает того импульса для того, чтобы кого-то зажечь. Уже другое дело, что они питаются потом вот этой, будем говорить, энергетической массой. Понимаете, в чем дело? Вот ярким примером, ярким примером изменения состояния, это можно, положим, отнести Буанапарта Наполеона, потому что именно как раз таки его юношеский императив, юношеский, в общем-то, будем говорить, генетически обусловленный дух корсиканства и так далее, и так далее, и так далее. И его желание стать, быть царем горы, сделал его бесстрашным человеком. Но когда он достиг определенных высот, он понял, он просто понял, как разумный человек, что ему эта модель, она ему не подходит, а она его начинает угнетать. Она его начинает угнетать. И, кстати, пользуясь случаем, если вам это интересно, и там окружающим, вот, ведь на вскрытии оказалось, что никакого отношения, отравления никаким свинцом у Наполеона не было. Он, так сказать, Наполеон умер ровно так же от того же, от чего умер наш светлейший князь Таврический Потемкин, от Эмпиемы. У него разорвался желчный пузырь. В полости, в брюшной полости у Наполеона нашли 33 камня. Есть даже такая легенда, которая гласит о том, что по сроку Иисуса Христа у Наполеона, так сказать, под печенью, нашли 33 желчных камня. Поэтому. Понятно. А то есть в каком случае человек приходит к своему идеальному состоянию? То есть если он, например, холерик, и он много физического труда, он приходит в ровную фазу. Верно? То есть в каком случае, в какой фазе надо находиться, чтобы это было максимально полезно для здоровья? А это зависит от того целеполагания, которое вы формируете сами для себя. Если вы понимаете, что да, я хочу сейчас стать Наполеоном, но я начинаю страдать гипертонической болезнью. Пока мне непонятно, что это гипертоническая болезнь, но у меня ночные безадресные головные боли, у меня болит живот, у меня там профузный понос и так далее, то есть синдром застоявшегося сердца. Как у Бонапарта был пульс, у которого было от 44 до 49 ударов сердечных. А живот при этом он постоянно поносил. Наполеон. То есть вот это опять же вариант нормы, к которой вы хотите прийти уже к более таким вещам, как говорится, половозрелым. Полозрелым. Полозрелым. То есть есть определенные периоды, которые нас поддерживают с точки зрения нашего генетического устройства, помноженное на какие-то особенности нашего темперамента, нашего характера. Опять же, с точки зрения, будем говорить, нашего возраста. Но мы достигаем каких-то определенных физических высот. И наши железы внутренней секреции нам начинают диктовать немножко другие условия. Понимаете? Давайте, вот мы поговорили про холериков. Давайте теперь обсудим другие пары. Если вот встретились два одинаковых человека по характеру, то как себя вести другим парам? Ну, сангвиники, сангвиники, это, в общем-то, люди такие, будем говорить, на мой взгляд, кто-то может на меня обижаться, кто-то может там свои портреты, мое описание подводить и так далее, и так далее. Я считаю, что это самые безалаберные, самые безответственные люди. Да, они веселые, они бесшабашные, но они максимально, будем говорить, неорганизованные. В том смысле, что они редко когда становятся хорошими хозяйственниками. В основном это компанейские люди, которые любят попить, погулять, поесть там бычьи хвосты или там коровьи хвосты. Там, так сказать, заниматься какими-то, будем говорить, такими пропагандистскими лозунгами. Как говорил, я не помню кто-то из великих, сангвиники, это люди, которые живут под вечными лозунгами. Даешь, давай, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому каждому сангвинику нужен свой меланхолик. А по большому счету каждому сангвинику лучше всего, потому что меланхолики, им сангвиники не очень подходят. Вот если бы каждому сангвинику подобрать бы своего меланхолика, то это было бы неплохо. Но опять же здесь, с точки зрения того, кого мы с вами назначим по гендеру сангвиникам, кого мы назначим меланхоликам. Ну, пользуясь вашим посылом, я хочу вам сказать, что сангвиники чаще всего это люди, которые образ, будем говорить, возвращения блудного сына, если вам о чем-то это говорит, да, вот как раз-таки, когда задаются вопросом, а кто по темпераменту был вот этот герой, блудный сын? Многие говорят, это был холерик. Нет, это никак не холерик, это как раз-таки был флегматик. Потому что холерик, он, так сказать, сделал такой жест, так сказать, вот типичная история была связана с господином Бронштейном, которого многие знаете, вы как демона революции по партийному прозвищу Троцкий. Вот у него был такой бзик, он хотел выйти из центрального исполнительного кабинета, громко хлопнув дверью. А дверь оказалась максимально тяжелой, и когда он подошел вот с таким вот жестом эту дверь распахнуть и хлопнуть, у него ничего не получилось. И над ним весь цик смеялся, понимаете? Поэтому, ну я хочу вам сказать, что если мы говорим о сангвиниках, и мы говорим о холериках, то из них больше подвержен воспитательной деятельности, воспитательной тренировке. Я хочу сказать, что с холериками гораздо легче себя вести, чем с сангвиниками. Потому что сангвиники это такие люди, которые они, их бесшабашность, она зачастую принимает характер неуправляемости. Поэтому, почему я и говорю о природе прецедента возвращения блудного сына, что вот он сделал этот круг, и он возвращается в лоно семьи. Холерик, если он ушел из дома, он никогда в дом не вернется. Понимаете? Меланхолик об этом может только подумать. Флегматик, так сказать, он даже об этом и думать не будет. Понимаете? Он даже об этом и думать не будет. А вот сангвиник, он как раз-таки сделает вот этот ментальный круг, и придет, и припадет. Я к чему это так пространно говорю, что именно сангвиники, с точки зрения сохранения семьи, если встретились два сангвиника, то папа с мамой одного сангвиника, папа с мамой с другого сангвиника, вот там Монтеки и Кабулетти, они должны очень внимательно смотреть за этими детками, за своими. Потому что расхожая фраза о Ромео и Джульетте, так сказать, что Вильям товарищ, Шекспир вовремя их уходокал. Потому что если бы он им дал возможность еще пожить, бы они бы друг другу... Это типичное поведение сангвиника. Ну, соответственно, о меланхоликах речь идет. Ну, меланхолики это люди, которые стяжают покой, люди, которые стяжают покой именно такой, будем говорить, хозяйственный, люди, которые, так сказать, свою норку, люди, которые, так сказать, свой ящичек, люди, которые 150 раз оглянутся вокруг. Это люди такие, не в обиду никому будет сказано, хотя, почему не в обиду? Может быть, и в обиду. Это люди, в лучшем смысле, гобсики, гобсеки. Это люди, ну, если вы помните, да, такого героя, из «Анары де Барзака», человеческая трагедия, был там такой герой, если мне память не изменяет. Вот гобсик, который там, царь Кощей над златом чахнул. Вот, встречаются два меланхолика, но вот два меланхолика, я считаю, что одним из самых таких ярчайших в этом смысле проявлений, конечно, это было формирование европейской ветви Ротшильдов. Вот там чистейшей воды меланхолики. Встретились, все рассчитали ходы, посмотрели, кто где, откуда и так далее, и так далее. Сказали, порфавор, давайте делать будем так. И сделали так, и теперь они, так сказать, пальму первенства имеют. Ну, не занимайте никогда у меланхолика. Никогда не просите долг, долг он меланхолика. Давайте поможем нашим зрителям определиться, к какому типу они относятся. Ну, что для этого надо сделать? Расскажите, как определить, вот им, к какому типу они относятся. Ну, я, в общем-то, давно в своей жизни, по большому счету, ничего не боюсь, кроме там, как за семью, за свою. Хотя об этом, наверное, не нужно в эфире говорить. Поэтому на себя могу вызывать смелый огонь. Но вот моя точка зрения, моя точка зрения, она вот в силу того, как передо мной, положим, мое командование ставило задачи по созданию спецподразделений. И вот я во главу угла как раз-таки ставил формирование спецподразделений, как раз-таки людей с разными темпераментами и с разной системой подчиненности и подчиняемости, то для меня, например, очень характерно, очень характерно считается, например, вот кого-то там может удивить, для холерика очень характерен консерватизм. Вот казалось бы, да, человек яркий, проявляющийся, но он консервант, он консерватор в своем, будем говорить, будем говорить, в сегменте деятельности. Вот дендизм, если вам знакомо такое слово, дэнди, да, как дэнди лондонский одет. Вот как раз-таки дэнди чистой воды, это все холерики, на мой взгляд. Дэнди. А можете пояснить для тех, кто не в курсе? Ну, человек, который стремится быть на высоте максимального привлечения внимания к себе. Человек, который эгоцентричен, человек, который следит за модой, человек, который, а для того, чтобы следить за модой, надо в ней что-то понимать. А для того, чтобы в ней что-то понимать, надо быть на высоте этой волны. А для того, чтобы быть на высоте этой волны, надо быть, так сказать, немножко, будем говорить, эгоцентричным. То есть, какими-то выходками, поступками к себе привлекать внимание. Сангвиники в этом смысле, это люди такие больше коллективные, они больше ведомые, среди них мало ведущих личностей. Для меланхоликов, на мой взгляд, очень характерно как раз таки антидендизм, консерватизм именно в сохранении вот такого, помните, из мертвых душ Плюшкина, вот это вот такая вот, или коробочка, которая вот все это вот в дом, все это вот, оно ей 150 лет не нужно, оно все собирало, собирало, может быть, пригодится. Для флегматиков очень характерна монокусия, моноцветность, монокусия, моноцветность, почему как раз таки вот, если мы говорим о типах конституции, очень часто для того, чтобы охарактеризовать флегматиков, всегда рисуют треугольность, которую называют треугольник, которую называют фигура Будды, то есть это люди, которые склонны к монодиетам, которые склонны к моноодеждам, к моноцветам, к монорассуждениям, к моноповедению, вот, наверное, так. Но современный мир, вы понимаете, он настолько же диктует каждый раз нам какие-то новые установки, я бы немножко не так бы поставил вопрос, я бы немножко поставил вопрос, если у вас чаще болят кости, если у вас чаще болят суставы, если у вас чаще болят зубы, вы холерик. Давайте поговорим, какие сложности со здоровьем сопровождаются с тем или иным типом характера, вот, что отличает там холериков, сангвиников? Отношение к болезни. А сама болезнь у них какая? А сами болезни, сами болезни, понимаете, дело в том, что на сегодняшний день вот это, будем говорить, моновекторность, которая характеризует доминантные признаки, будем так говорить, или господствующие признаки, там, больше холерика, чем сангвиника, больше сангвиника, чем холерика, меланхолика и далее, далее по списку. Конечно, они настолько на сегодняшний день, то, что принято сейчас говорить, глобализированы, что, понимаете, очень тяжело порой с этими вещами разобраться, если не задумываться. А если начинать задумываться, если начинать приглядываться, то очень легко, ну, на мой, положим, взгляд, врачебный, докторский, это ложится в отношении к самой болезни, не к самим болезням, а отношению к болезни. Вот, например, холерики, они очень тяжело переживают свои болезни. Сангвиники, они очень равнодушны к своим заболеваниям. Меланхолики, они ипохондричны. То есть, что такое ипохондричны? Они за много долго, как что-то может случиться, он уже начинает болеть, он уже начинает хандрить, он уже начинает связывать это свое состояние. А флегматик, ну, уже само отношение, ну, флегматично. Ну, это люди больше, которые, так сказать, находятся под воздействием, наверное, таких, будем говорить, фатальных состояний. Ну, будет и будет. Потому что, вот как ни странно, сейчас для многих это может прозвучать, это очень четко связано с ритмами, с ментальными ритмами. Потому что, если мы разложим, то мы увидим, как раз-таки, о том, что холерик, ему тяжело болеть, потому что он, ну, он не может болеть по определению. Но я не могу болеть, потому что мне нужно идти весь мир спасать. Мне нужно, там, пятое колесо, так сказать, в велосипед вставлять или, там, в телегу. Ну, вот, сангвиник, ну, 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 случилось и случилось. Ну, неделю с лекарствами, семь дней без лекарств. Вот, флегматик, он, так сказать, на ментальном уровне, почему? Потому что, если мы перенесем, так сказать, перевернем его фигуру, то мы увидим, что? Мы увидим то, что, значит, в обратное у него идет снижательство к центру тяжести, который находится в половой системе, а он на старой коре прекрасно понимает, что до определенного времени он может, а потом ему на это наплевать. А меланхолик, он, ему жалко расставаться. Он оттуда взял, оттуда взял, оттуда взял, оттуда взял. Открыл интернет, а там вот еще можно взять, еще можно взять, а я не успею. Вот, и нет, я не хочу, я хочу быть здоровеньким. Вот как раз для того, чтобы конкретно подобрать упражнения под вас, мы проводим скорую медицинскую помощь онлайн. Следующая цифра, это номер два. Продолжайте смотреть ролик и соберите весь пятизначный код, вводите ниже под этим видео. И, соответственно, ждем вас на скорой помощи онлайн. Давайте дальше поговорим про, вот если случается ссора, то как это отражается на здоровье женщины. У нас есть какие-то женские точки, которые помогают восстановиться. И мужские. Вот давайте сейчас поговорим про женщин. Про женщин. Ну да, вот если, например, случилась ссора, и вот она испытывает это состояние обиды, злости, агрессии, как это отражается на ее здоровье? Ну, на ее здоровье это будет отражаться, в общем-то, в первую очередь, такими вещами, как торможение, выделение очень важного гормона под названием лютоотропный гормон. Есть такой у нас очень хитрый гормон, который связан с поведением гипоталамуса. С учетом того, что женщина – это система не самовоспроизводящаяся, не каждый везет, так сказать, живя с мужем-краснодеревщиком Иосифом и купаясь в стружках, так сказать, из-под ливанского кедра вдруг понести от святого духа. Понимаете, поэтому здесь очень важно понимать, какой функционал начинает страдать. Частые обиды, частые обиды, понимаете, здесь очень важно еще понимать, Валерий Ильич, понимаете, вы, как будем говорить, гору интернет-пространства, вы, вот, давайте поговорим об этой горе. Понимаете, а какую гору мы конкретно имеем в виду? Какое предгорье мы имеем в виду? Если мы имеем в виду строительный момент, с чего, так сказать, начинается вот это все строительство, то, конечно, чаще всего это вот эти постоянные обиды, постоянные обиды, которые носят, понимаете, очень хорошо, что вы затронули этот вопрос, что во многом, понимаете, вот как это сейчас неудивительно прозвучит, зачастую, вот это банально очень часто прозвучит, банальнейшее, я представляю, я сам терпеть не могу пошлости, банальности, но тем не менее, что слово зачастую, оно ранит тяжелее, 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 и убивает больше, чем какой-то поступок, чем какой-то поведенческий комплекс, почему? Потому что даже саму измену, даже саму измену на уровне понимания полигамности устройства нас, как людей, как гомо-сапиенс, мы можем принять и можем понять, и так далее, и так далее, но когда меня ранят словом, когда меня пытаются убедить, и опять же, я не хочу банальных вещей говорить, но если человеку говорить о том, что он свинья, 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 то пройдет определенное время, он точно захрюхает, понимаете, ровно так же, если мне, если там женщине говорят, ты там такая, ты сякая, и так далее, и так далее, и так далее, женщина на старой, на уровне старой коры, значит, она начинает это воспринимать с точки зрения того, что я не соответствую этому статусу, и вот этот вот срок женской жизни, срок этой женской жизни, вот редко кто об этом задумывается, что есть срок человеческой жизни, а есть срок гендерной жизни, ну, пола, срок пола, который обеспечивается железами внутренней секреции, какими-то еще моментами, он просто резко укорачивается, он резко укорачивается, и вдруг откуда ни возьмись, появляется рак костей, вдруг откуда ни возьмись, появляется рак матки, вдруг откуда ни возьмись, появляется рак молочных желез, там, где он, в общем-то, не должен, по идее, понимаете, сформироваться, Вот одна из причин онкологии, это так называемая вербальная агрессия. Но эта тема, понимаете, она настолько узкая, что она максимально широкая, извините за мой французский язык. Потому что огромное количество школ, огромное количество направлений работают в этом смысле. И огромное количество, извините за мой французский язык, есть точек несоответствия. Потому что разные конфессии, они по-разному относятся к одним и тем же... Давайте договорим по обидам. В случае того, что если женщина часто обижается, то к чему это может привести? К раку. К раку. Да, да. Почему? Ну, потому что начинают, я уже попытался вам в этом сказать, потому что выключается онкопротекция, железы. Ну, вот эти секреции, которые формируют строительность нашего тела, которые формируют защиту нашей селезенки, которые формируют защиту, будем говорить, наших через... Ну, специально есть такие устройства, которые называются простагландины и там тучные клетки. Они просто т-лимфоциты, они просто начинают выключаться и все. Мы говорили о том, что будет какое-то конкретное упражнение для женщин, которое можно делать для того, чтобы восстанавливать свою нервную систему после какой-то очередной ссоры. А ссоры разные могут быть. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому в каждом конкретном случае, в каждом конкретном случае есть, опять же, общее, есть, опять же, общее. Вот, например, нам с Татьяной Владимировной Картаренко, вот моей коллегой, в первую очередь, с женой, к нам очень часто обращаются именно женщины с различными проявлениями клиническими. И мы говорим о том, что для того, чтобы потом разобраться, давайте мы сделаем такую фундаментальную систему. Что мы должны сделать? Мы должны гнев удалить из себя. А где у нас гнездится гнев? Гнев у нас гнездится в печени. Поэтому, если вы хотите избавиться быстро, это, собственно, касается и мужчин, ровно так же, так и женщин. Но гнев, он по-разному себя ведет. Вот гнев женский, да, в смысле, частая обида, он вызывает состояние нереализованной гневливости, потому что женщина не может в силу каких-то причин ответить. Значит, вот это внутреннее, у нее, будем говорить, стяжательство, обиды и так далее, и так далее, начинает накапливаться в организме. Это есть два места. Да, скорее всего, два места. Есть еще одно место, но оно такое более условно. Значит, это наличие нашей, наличие печени и наличие почек. Вот есть два упражнения, которые называются передний тибетский лев и задний тибетский лев, который очень хорошо помогает освободить почки, очень хорошо помогает освободить печень. Отлично, давайте проделаем, поделимся этими упражнениями и покажем. Вы меня в роли обиженной гюльчатай, да, сейчас? Вот гюльчатай очень сильно обиделась. Что необходимо сделать, чтобы восстановить вот свое здоровье? Ну, во-первых, я бы сразу зарезал бы товарища Сухова. Давайте избежим этого. Избежим Сухова. Избежим зарезывания, да. Да, понимаете? А сделаем эти упражнения. Вот, сделаем, да. Вот гюльчатай взяли и обидели, значит, вот Сухов, сволочь такая, назначил ее любимой женой, а сам ни разу к ней в течение часа не пришел. Ну, значит, вот тогда она сидится, бедная, у нее из печеночного кармана печень начинает выдаваться, глаза начинают выдавливаться для того, чтобы избавить себя от этого состояния гнева. Значит, что нужно сделать? Вот таким вот образом взять свои руки, вот таким образом объединить вместе с собой, максимально тесно прижать к солнечному сплетению, своими предплечьями, локоточками постараться охватить основание грудной клетки, реберной дуги, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и на высоте, не дыша, в течение пяти секунд попытается разорвать руки и сделать то, что я сейчас сделаю. Вдохнули, выдохнули. И гнев ушел. И гнев ушел. Обязательно восстанавливайте дыхание. Но я хочу вам сказать, уважаемые коллеги, женщины, уважаемые Гюльчатай, что это упражнение очень хорошо работает и профилактически тоже. Если вы хотите, чтобы ваши прямые синдромы протекали спокойно, вспомните о том, что у вас есть прямой лев. Вдохнули, выдохнули и послали гнев нахрен. И все у вас будет хорошо. Спасибо, Виктор Владиленович. Это упражнение можно делать предупредив кого-то, либо не предупредив, уже решайте сами. И чтобы на всякий случай не прибежала соседка и не вызвала вам случайно скорую. Вдруг что случилось? Для того, чтобы получить индивидуально разработанное под вас упражнение, следующая цифра это 7. Собираем весь код, как я говорил, и, соответственно, вводим его в бот под этим видео. Мы поговорили про женскую обиду. А что делать с женским гневом? Или в целом это и то, и то подходит это упражнение? Ну, хорошо вы очень ставите вопрос. Опять же, понимаете, что такое женский гнев? Женский гнев, он многоликий, он такой, знаете, как хвост павлина. Вот, как хвост, наверное, я так себе представляю. Такой же красивый. Да, такой же красивый. И очень важно понимать, что вызывает у вас чувство гнева. Почему? Потому что состояние гнева не обязательно у женщины может вызываться оскорблением ее, это унижением ее. Достаточно, так сказать, в общем-то, просто не попасть в течение ее мыслей. Как говорил великий Флобер, помните, такого французского писателя, да? Вот это тоже вызывает состояние недоумения. Ты что, это вообще деревянный? Вот, это вызывает состояние гнева. Тем более, я тебе постирал, я тебя высушил, я тебя обдуло, надуло, выдуло, а ты еще и сидишь вообще ни хрена ничего понять не можешь. Что мне с тобой делать, если ты скотина такая? Не можешь сделать то, о чем я тебя прошу. Вот смотрите, что происходит у женщины. У женщины поднимается грудная клетка, у женщины растягивается желчный пузырь. В этом смысле, как ведет себя печень? Печень начинает подтягиваться, уходит купол печеночного кармана, у женщины начинает страдать под лопаточный, правый под лопаточный угол. Значит, что у нее происходит? У нее происходит нарушение внутри мозгового кровоснабжения, в смысле нарушение внутри черепного давления. Для того, чтобы очень быстро избавиться от этого состояния, быстро избавиться от этого состояния, нужно достаточно сделать простое упражнение, которое называется кишечные крючки. Вот они, кишечные крючки. Два указательных пальца объединили между собой, вывели на уровень того, откуда вы его нахрен посылаете, то есть на уровне ротовой полости. Вот так вот поставили, опять же глубоко кричать не надо. Вот так вот глубоко вдохнули, выдохнули, и не дыша в течение пяти секунд на уровне рта, хотите открытого, хотите закрытого, попытайтесь кишечные крючки разорвать. Вдохнули. И послушайте, куда делся ваш гнев. Я не буду вас, конечно, убеждать в том, что после этого ваш, так сказать, будем говорить, визави станет умнее, станет послушнее, станет понимающей, больше у вас нет. Но то, что вы избавитесь от этого гнева, это однозначно. Но если это происходит больше пяти раз в день, задумайтесь, стоит ли вам отрывать пальцы друг у друга указательно, и может быть этого парменю нахрен послать куда-нибудь. Поговорили о прекрасной половине человечества, перейдем к мужской. К более прекрасной. Я обожаю ваш юмор. Так, а что делать, если вот как раз женщина проагрессировала, вот все, что у нее было, набрала и вывалила на него, и вот он почувствовался, он же старается, все для нее, и вот этот весь гнев на себя получил. Что же ему делать в случае, если он обиделся? Как у него это отражается на здоровье? О, на здоровье это у него отражается очень плохо. Это очень плохо отражается. Во-первых, это отражается на состоянии, будем говорить, состоятельности его кавернозных тел. Это то, из чего устроены наши половые члены. Вот. У нас очень резко меняется качество кровенаполнения. У нас отпадает желание вообще реализовать наши кавернозные дела. Нам даже туда, после того, как нас послали куда-то подальше, туда и смотреть не хочется. Соответственно, в связи с этим, как ведут наши железы внутренней секреции. У нас появляется, у нас открываются две ипостаси. У нас включается железа под названием эпифис. Мы начинаем очень быстренько, которая называется в народе третьим глазом. Мы начинаем очень быстренько стрелять глазами налево и направо. Вот мы начинаем искать очередной объект. С одной стороны, а если, так сказать, вы из серии монахов-капуцинов, так сказать, это у вас шишковидная железа будет работать в другом направлении. Вы или за это дело засядете, или за другое дело засядете, или будете объедаться, опиваться, или, так сказать, вас потянет, в общем-то, получение удовольствия, то, что называется игроманией. А со стороны важнейшей такой железы под названием гипоталамус, конечно, это просто будет выключаться центры кровенаполнения мочеводелительной системы, которая является запускным механизмом реактивного состояния мочевого пузыря, является зачастую признаками формирования мочекаменной болезни и очень часто вызывает так называемые мужские артриты. То есть начинают, в буквальном смысле, начинают опускаться руки, как только они в буквальном смысле начинают опускаться, лимфа у нас перестает в этом смысле работать, потому что мускульной силы нам не хватает, и начинаются изменения в области суставов. И то, что, в общем-то, самоделкины, вы очень легко это можете обнаружить, даже по таким признакам, так сказать, если вам жена или теща вручила удостоверение, а на нем написано «Оперативный агент дивана пердильных войск», то имейте в виду, что вы больше склонны к заболеваниям артрозами и артритами, чем тот человек, тот мужчина, который 30 секунд может поменять вентиль на кране, заменять газовую колонку, подчинить утюг, потому что таких людей обычно не обижают. Ну, в силу того, что у них всегда в руках есть какие-то инструменты, а женщины очень четко видят или состояние эрекции, или наличие инструмента в руках у работяги. Поэтому вот думайте сами, решайте сами, ходить ли вам в интернет-класс по освоению компьютера или пойти освоить какую-то рабочую специальность. Какое упражнение необходимо сделать для того, чтобы вернуть себе жизненные силы после психологического... Очень хорошее упражнение есть под названием «Менхаузен-2». То есть вы в состоянии того, что вас обидели, вас обозвали, вас обозначили и так далее, так далее. Вот вы своими работящими руками обхватываете спинку стула, максимальное к ее прикреплению, к стульчику, глубоко вдыхаете, резко выдыхаете, и на высоте выдоха в течение пяти секунд пытаетесь, как Менхаузен, оторвать себя вместе со стулом от земли и улететь нахрен отсюда, чтобы не видеть вот это вот... со всеми ее проявлениями. Вдохнули, резко выдохнули. Замечательнейшее упражнение. Замечательнейшее упражнение. Пользуясь случаем, уважаемые коллеги, только поймите меня сейчас правильно. Поймите меня сейчас правильно. Третий раз я вам скажу, поймите меня правильно. Одно не заменяет другое. Если вы хотите создать вокруг себя зону безопасности, но при этом продолжать лежать на диване и искажать атмосферное давление вокруг себя своими активными газами, то это одно другое не заменит. Но если вы хотите просто почувствовать себя в гораздо облегченном, в лучшем смысле этого слова, сделайте это упражнение пару-тройку раз в день, и, как говорили великие, будет вам счастье. Я очень, невзирая на то, что я могу и газовую колонку поменять во сне, и вентиль поменять во сне, и я еще могу крючком вязать во сне, но я делаю вот это упражнение, и жена меня любит и любит, и не обижает. Итак, упражнение Милхаузен-2. Замечательное. Спасибо большое, что поделились этим упражнением. И еще раз напоминаю, если вы хотите получить индивидуально разработанные под вас упражнения, то следующая цифра это 1. А теперь давайте поговорим на тему, почему вообще происходят все эти конфликты между мужчиной и женщиной. В чем основа, в чем корень всех этих проблем? Ну, знаете как, вот мы с женой уже несколько лет подряд живем недалеко от Сочи, а в великом могучем русском языке есть такое выражение, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Значит, если мы живем недалеко от Сочи, значит, мы половину Прикупа знаем. А если мы знаем половину Прикупа, значит, я должен по идее знать половину ответа на ваш вопрос. А я его не знаю. Почему? Потому что вопрос при всей легкости задаваемости и при всей, так сказать, казалось бы, легкости ответа, он настолько многоярусен, настолько многолик, настолько многослойен, имеет огромное количество подстрочников. Я считаю, что это, собственно, вот, может быть, я опять же буду говорить о пресловутой эмансипации, но это как раз таки то, что недаром, наверное, все-таки, я думаю, что Клару Цеткину и Розу Люксембург нормальные ребята вначале прибили, потом утопили. Почему? Потому что, борясь за женское равноправие, мы в лучшем смысле этого слова, с точки зрения гендерного эмансипе, лишили вот этих всех моментов прикладистики, которые очень четко указаны в Ветхом Завете. Жена, да, притулиться к мужу к своему. То есть, понимаете, вот эти моменты, они всегда имели огромное значение. К ним можно сейчас по-разному относиться, вспоминать там генерала авиации Терешкова, вспоминать там еще там премьер-министров, президентов, женщин и так далее, и так далее. Никто одно, другое, так сказать, не исключает и не обсуждает. Но почему создается вот эта конфликтность? Потому что на самом деле идет гендерная потеря берегов. Потому что женщины по отношению к мужчинам начинают себя вести неправильно, ровно так же, как и мужчины ведут себя по отношению к женщинам, тем более неправильно. Потому что когда есть определенной степени конкурентность, определенной степени конкурентность, вот моя великая бабка всегда своих студентов, всегда своих курсантов приводила им всегда такой пример. Вот она так ставила пальцы и говорила, детки, отсюда можно водички попить? И говорили, нет, профессор, отсюда нельзя водички попить. А отсюда, деточки, можно водички попить? Полноценно вы отсюда водички не попьете, но вы от жажды не умрете. Понимаете? То есть вот эта вот система конкурентности половой, она как раз таки создает вот этот вот самый механизм, в лучшем смысле этого слова, неразрывности, который на генетическом, на потом другом, на поколенческом уровне передает значение роль женщины, значение роль мужчины. Так в чем же тогда секрет? А секрет заключается в том, что мы должны соответствовать просто природности нашего существования. Можете пояснить, например? Ну, мужчина, он должен по большому счету оставаться добытчиком, он должен по большому счету оставаться воином, он должен по большому счету оставаться хранителем. Понимаете? А хранителем. А женщина – это хозяйка. Женщина – это хранительница, очага, это мать и так далее, и так далее. А когда происходят вот эти вот моменты стяжательства своих интересов, ты такой, а ты такая, и, ну, это никогда... Понимаете, сам момент трения, вот давайте мы к физике вернемся, банальной школьной физике. Трение, качение, трение, качение. Вот в результате трения чего мы с вами добиваемся? Мы с вами в результате трения добиваемся огня. А в результате качения чего мы с вами? Мы добиваемся какого-то движения. Но если это движение неконкурентно, конечно, оно по законам Архимеда, оно нас просто разведет в разные стороны. Если у нас не будет конкурентности. Наверное, так. Я абсолютно не претендую ни на какую пальму, ни на какое перенство, тем более с точки зрения психологического трактования этих причин. Но то, что у нас должно быть чувство внутреннего гендерного достоинства, что мы должны уважать. Понимаете, уважая партнера, мы в первую очередь уважаем себя. Уважая партнершу, мы в первую очередь уважаем себя. А что делать в том, что сейчас очень педалируется тема того, что я сама все могу, женщина тоже должна добиваться, я тоже хочу зарабатывать и так далее. Ну, опять же, понимаете, как абсолютно, как я говорю, не претендуя на пальму перенства и на первородность в этой части, я хочу сказать, что это связано, конечно, вот с огромным вредительством, которое нас просто подвергли не вакцинации, а человечеству подселили какой-то вирус, какую-то бактерию разложения, понимаете, которое, в общем-то, по большому счету заставляет именно женщину. Посмотрите, как, ведь опять же, если говорить о банальных вещах, святое место пусто не бывает, да? Ведь никто не говорит из мужчин, вы какой пример приводите? Женщина говорит, я должна сама. А мужчина почему-то об этом не говорит? Мужчина ей, что, иди сама зарабатывай? Нет, мужчина же не говорит, я должен сам и так далее, и так далее. Мужчина в этот момент отползает, ну, куда? На диван. И лежит там себе спокойно на диване. Почему? Потому что, в общем-то, понимаете, женщина, женщина, она генетически, она генетически, в лучшем смысле этого слова, она система воспроизведения я. То есть, у нее на уровне подкорки уже заложены, что рожу ли я, не рожу, но я должна обеспечить потомству, так сказать, благоприятные какие-то условия. А если я это не сделаю, то кто это сделает? Я оглянулась, так сказать, посмотреть, не оглянулась ли он. А он лежит, ни хрена никуда не оглядывается, потому что лежит и пукает на диване, и носу ковыряет. Поковырял, пятку себе почесал, потом нос полез, понимаете? И после этого я его должна любить, я его должна благотворить, я ему после этого, понимаете, еще и любовью с ним должна заниматься. А он мне приносит эти жалкие копейки, и так далее, и так далее. Это такие очень сложные моменты, очень сложные моменты. Поэтому, ну это все, понимаете, по большому счету, это не только сегодняшний день. Вспомните прекрасных сирен, вспомните прекрасных амазонок. Это всегда было, это всегда имело место быть. Почему? Потому что, по большому счету, сколько вы знаете богов мужского рода с Олимпа? Ну, Зеус. Ну, Аполлон. Ну, и дальше. Меркурий. Ну, и дальше. Ну, и дальше. Всех не помните. Вот, не помните. А женщин сколько? Очень много. Вот, понимаете, вот о чем это говорит? Это говорит о том, что женщины, они всегда были воплощением, они всегда были воплощением рода, видов, деятельности человека. Рода, вида, деятельности человека. Вот это очень важно понимать. Что в целом, в целом, так сказать, конечно, их, будем говорить, мать богиня объединяла, мать богиня их вела, раздавала им там все эти. Ну, это из серии, в общем-то, истории и мифы Древней Греции. Они к сегодняшнему дню, какое имеет отношение? Тем более в контексте вашего вопроса. Опять же, а что из этого? Если, сейчас вы меня спросите, профессор, а есть ли биологически активные точки и упражнения, которые помогут избавиться от этого состояния? Ну, я не хочу до конца быть клиническим идиотом, вот, для того, чтобы, да, сказать, есть такая, да, есть такие точки, есть точки успокоения, да, есть точки равновесия, да, но для того, чтобы поменять вот эту всю конфигурацию, ну. Давайте поговорим, почему мужчины и женщины между собой не разговаривают, потому что чаще всего причина конфликта в том, чтобы просто не договорились. Не разговаривают. Почему мужчины и женщины не могут найти между собой какую-то договоренность, общую точку, вот каждый стоит на своем и не могут договориться? А, ну, это потому что это элементарно, это элементарно, на мой взгляд. Это по одной простой причине, что у каждого из этих индивидуумов, в, так сказать, высокой степени самозащиты. Если я сейчас, так сказать, приду мириться, то я в чем-то себя, так сказать, буду говорить там, потом собой недоволен. Знаете, есть такой расхожий анекдот, когда двое мужчины встречаются, один другому говорит, ты знаешь, вчера за 40 лет первая жена передо мной стояла на коленях. Да ты что? А что она тебе говорила? Она мне говорила, вылази из-под кровати, несчастный трус. Вот, понимаете? Как вот мужчина, если я поругался с женой, и я должен себя до конца, да, какое-то, это абсолютно не мужская, это вообще никакая, не энергетическая, это линия саморазрушения. Мы себя вот этими вещами максимально ограничиваем, мы себя максимально разрушаем, потому что у нас нет, опять же, интересного совпадения. А у нас под интересы совпадения какие вещи существуют? Тактильные, обонятельные, чисто физического уровня, понимаете? Я хочу владеть этим человеком, я хочу наслаждаться его запахом, я хочу наслаждаться близостью этого человека, пусть он там далеко, там на третьем этаже, там или в Дубае где-то, там или где-то, или в Москве. Уже само понимание того, что я проводил этого человека, я думаю об этом человеке, и, конечно, это помогает мне максимально чувствовать себя защищенным со всех точек зрения, я не буду впадать в какие-то настроения, там и так далее, и так далее. Упаднические и прочее, прочее, это нормальное состояние кожи, это нормальное состояние зрения, это чистая физиология, это наша безопасность. В этом смысле, конечно, очень важно понимать, что если мы себе не позволяем договориться, значит, мы не позволяем договориться, в первую очередь, сами с собой. Мы сами с собой находимся в конфликте. А если я нахожусь сам по отношению к себе в конфликте, то у меня стяжательство по отношению к сердцу, по отношению к сосудам, по отношению к зрению, по отношению к своей печени, по отношению к своему дыханию, как я себе буду чувствовать. У меня накапливаются вот эти пресловутые, извините меня, шлаки, соли, у меня повышается сахар, а потом все это, так сказать, открывается, как нечто какое-то, в общем-то, открытие чуть ли не какого-то там третьего-пятого полюса под названием атеросклероз, под названием, понимаете, в чем дело? Вот у нас, Татьяна Владимировна, есть практика, мы в клинике, когда проводим опрос, то, что называется сбор анамнезоморби, анамнезавитый, в переводе на русский язык, и история жизни, и история болезни, мы мягко, но мы задаем вопрос всегда, а как вы себя чувствуете в семье, если вы семейный человек, а как часто у вас бывают конфликты, а на какую почву у вас эти бывают конфликты, потому что очень важно понимать, а какая почва, понимаете? Потому что, вот смотрите, слово почва, вам же знакомо, да? Но вы знаете, да, о том, что, так сказать, атосинки не рождаются апельсинки, вы об этом знаете прекрасно, да? Яблочко отъявлено. Да, да, но это немножко другой контекст в данном, будем говорить, моменте. О чем мы говорим? Мы говорим о почве, как о системе удобрения, на которой удобренная почва или неудобренная, вырастет на ней это или не вырастет. Если эта почва испепелена гневом, если эта почва испепелена недоразумением, если это почва вашей энергии, вашей силы и так далее, и так далее. Перенесите это, если не хотите, на почву, на состояние своей банальной слизистой. Как вы себя будете чувствовать в состоянии гнева? У вас пересыхает слизистая, у вас выключается пара щитовидной железы, у вас выключается щитовидная железа, у вас выключается второй, третий шейные позвонки, суставы, у вас выключается система кровенаполнения глаз, ушей и так далее, и так далее. Вы становитесь максимально проникаемыми, понимаете, непроницаемыми, непроницательными, а вы становитесь максимально проникаемыми. Виктор Владимирович, вот зачастую самая прекрасная половина человечества думает о том, что мы якобы должны знать, что они хотят, но это же понятно, но я же об этом намекала тебе и так далее. А мужчины обычно, ну нам надо в лоб, я хочу раз, два, три, четыре, пять, все, я понял, пошел выполнять. И они обижаются на то, что мы не додумались ее понять, вот что же делать-то в этом случае? Ну это чисто воспитательно, я хочу вам сказать, он, вот тот самый случай, когда это очень легко трактуется. Удивительно, удивительно то, что все чаще и чаще эти ситуации возникают, понимаете? То есть о чем мы говорим? Мы говорим не об объектности этого состояния, а о субъектности этого состояния. Это вообще то, что в народе традиционно называлось тещиным парашютом. Поясните, пожалуйста. Поясняю, поясняю. Значит, есть такое опять же расхожее мнение, кстати, которое очень точно совпадает с народной мудростью, что если ты хочешь, так сказать, посмотреть, кем будет твоя жена, на ком ты собираешься жениться, обрати внимание на поведение ее мамы, и тебе сразу все будет понятно в этом смысле, в этом смысле. Поэтому сам по себе феномен, сам по себе феномен Института Примаков, то есть мужчины, которые заходили в семьи к женам, в общем-то, можно условно, так сказать, можно сказать, что единичный случай, по крайней мере, из моего мужского опыта, я знаю, так сказать, когда вот мои сослуживцы уходили там в силу каких-то писать семьи жен, это очень редко когда-то благополучно разрешалось. Поэтому, опять же, банально же надо притулиться к мужу своему, потому что это образ воспитания, который был сформирован в результате определенного периода жизни, воспитания жизни девочки в семье своей. Поэтому если мама ее таким образом себя вела, что муж ее о каких-то вещах должен был догадываться, понимаете, я не говорю о том, что может быть, да, это может быть тот самый удивительный случай, когда папа и мама этой женщины, которая потом предъявляла претензии к своему мужу, что он должен был об этом догадаться, мама и папа этой девочки, повторяюсь, были, так сказать, суперэкстрасенсами, не смотрели друг на друга и понимали, да, что нужно купить 3 килограмма картошки, 5 мешков корма для собак, где 4 пары чувяков для страдающих из Бангладеша. Ну, почему я должен об этом догадаться? Нет, это, на мой взгляд, опять же, это чисто приватная позиция. Это, я считаю, вы можете, так сказать, оппонировать мне, кто с легкостью, кто с тяжестью, но я считаю, что это, по большому счету, это неуважение, положим ко мне, как к партнеру. Почему я должен об этом догадываться, если я в этот момент могу думать о другом? Вы согласны со мной? Я полностью согласен. Понимаете, в чем дело? А с другой стороны, извините меня, так сказать, но есть какие-то моменты, есть какие-то моменты, которые, понимаете, здесь, на мой взгляд, опять же, извините, приватный, он заключается в чем, что, мол, ты должен догадаться, ты должен догадаться, но я при всем при этом тобой управляю. Так, извините, кто в доме хозяин? Ты или кошка? Если я должен догадаться, а ты мне ни хрена об этом ничего не рассказываешь, если ты хозяйка, если ты, так сказать, my life, my rules, так сказать, ну, так и будет тогда my life, my rules, а если ты хочешь сказать, что... А если это нейросеть? Да на майокском языке, это как, о чем тогда я должен догадаться? Сколько килограмм картошки, сколько пар чуряков я должен купить? Нет. Я считаю, что это типичное неуважение к партнеру. Типичное неуважение к партнеру. А почему тогда... Можно я задам встречный вопрос? А почему ты мне не признаешься в любви? Вот уже прошел пятый час, а ты мне ни разу не сказал о том, что ты меня любишь. А тебе что, тяжело догадаться? Ты посмотри на меня и подумай, а о чем я сейчас подумал? Понимаете, в чем дело? Вот ты давай тогда, сиди догадывайся. Язык-то он нам дан, так сказать, не просто для того, чтобы мы, так сказать, мягко небо поддерживали и зубы считали, а еще для того, чтобы мысли свои выражать. И для того, чтобы не угадывать желания, просто общайтесь со своими любимыми и близкими, говорите то, что вы чувствуете, что вы хотите. Общайтесь, потому что как раз за счет коммуникации, за счет общения можно решить абсолютно любой конфликт. И пятая цифра для того, чтобы попасть на скорую медицинскую помощь, это цифра 5. Проходите прямо под этим видео, есть описание, можете нажать кнопочку «Еще», у вас откроется полное описание. Там будет ссылка на Telegram-бот, туда входите, вводите весь пятизначный код, который я проговорил в течение этого видео. Дальше вам придет инструкция и с вами свяжется наш специалист, договорится об удобном времени, где для вас мы подберем конкретно упражнения ввиду вашего гендерного составляющего. Либо вы мужчина, либо вы женщина, либо вы молодой, взрослый, либо какая у вас есть какая-то проблема с организмом. Вот мы собираем все эти данные с вас и после этого выдаем упражнения, которые помогут вам в вашем случае, которые помогут как раз делать скорую помощь онлайн. Пока это бесплатно, поэтому обязательно проходите, регистрируйтесь и увидимся с вами в следующих интервью. Виктор Владиленович, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Лишний раз хочу сказать, уважаемые зрители, уважаемые слушатели, что вот подобный формат, он замечательен, он актуален. И абсолютно без какой-то, будем говорить, панагерика в адрес Валерия Владимировича, я хочу сказать, насколько грамотно, насколько живо построены вопросы, насколько чувствуется не только общественность, общественная, будем говорить, необходимость популяризации тех или иных тем, но и возможность получить ответы где-то по большому счету и на свои личные вопросы. И если у вас вдруг возникли какие-либо вопросы в течение нашего интервью, то обязательно пишите их ниже в комментариях, и в следующих интервью мы на них с удовольствием ответим. Будьте здоровы!